Вот и то с Борисом Левиным. Все, чем живет Крым сегодня. Радио Спутник Крыму приветствует вас, друзья. Хорошего, бодрого февральского дня. И, конечно, позитивных эмоций. Сделайте чуть погромче звучание своих радиоприемников, потому что вы не только встречу сейчас будете, ну, виртуально лицезреть с моими гостями, но и слушать очаровательную музыку, что и является составляющим наших ток-шоу уже на протяжении, ой, даже страшно сказать, скольких лет. Сегодня мы открываем новую страничку биографии с сотрудничества с нашей Крымской государственной филармонией. Представители которой частые гости у нас в студии и дарят свой талант, и мы внимательно следим за событиями. Поздравляли с государственной премией Республики Крым некоторых деятелей нашей Крымской государственной филармонии. А сегодня мы такое общее название рубрики дали, говорит и показывает... Нет-нет, не радиоспутник, а радиоспутник и Крымская государственная филармония. Количество концертов, встреч интересных просто зашкаливает. Я думаю, сейчас просто в лидерах нашей Крымской государственной филармонии, потому что не дает расслабиться ни одного дня нам всем. И вот 12 февраля в 15 часов оркестр вокально-хореографического ансамбля Таврия даст концерт «Чарующие струны». Но как мимо этого пройти? Тем более недавно у нас Вадим Таркинский был, и мы вспоминали о джазе, и не только замечательном концерте, который в музыкальном училище, в концертном зале проходил. А 16 февраля в 18 часов камерный хор «Таврический благовест» даст концерт «Крымские эскизы» поклонников «Таврического благовеста». Огромное количество у нас на полуострове, и не только в Крыму, потому что успел в хорошем смысле наследить этот творческий коллектив далеко за пределами нашей республики и нашей страны. И поэтому сегодня вот такая мощная команда находится у нас в студии. Заместитель генерального директора Крымской государственной филармонии, заслуженный работник культуры Украины и Крыма Илья Пандул. Илья, приветствую вас. Добрый день. Добрый день. Как хорошим таким дикторским тоном сказал. Добрый день. Илья, молодец. Наша школа. И как же без очарования сегодня здесь в нашей студии. Заслуженная артистка Республики Крым Ирина Емельянова сегодня в нашей студии. Она будет представлять как раз вокально-хореографический ансамбль «Таврия». Ирина, день добрый. Добрый день. И хорошо знакомый очень-очень многим. И я говорил уже о Камерном хоре «Таврический благовест». А человек, который стоял у истоков этого талантливого коллектива. Владимир Николенко. Заслуженный деятель искусств Республики Крым. Лауреат премии нашей республики. И кроме этого еще и выпускник Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского. Насколько я помню, Владимир, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Все четко в представлении было? Точно. Да, ну теперь давайте перейдем ближе к этим событиям, которые я анонсировал. Илья, вам слово. Несколько слов о том, как пришла идея вот в режиме нон-стоп. Потому что я секрет еще один выдам. В следующие выходные мы тоже встречу с коллективами, но пока интригу сохраню, Крымской Бестарственной Филармонии обеспечим в нашей студии. Прошу. Ну, как вы сегодня сказали, очень много стало Крымской Филармонии. Это радует, несмотря на реконструкцию на Пушкино-3. Да, хотя мы знаем, что на Пушкино-3 идет реконструкция нашего помещения. И вот нам пришла идея создать вот такой момент, сделать Филармонии, чтобы все коллективы, презентуя свои новые программы, как-то отчитались перед радиозрителями о том, что они делают. И что они как бы не просто так получают деньги на хлеб. И вот идея сделать в вашей программе такую маленькую скидку, как говорит и показывает Крымская Государственная Филармония, думаю, все зрители или слушатели, они теперь будут знать, что в определенное время они могут узнать, что происходит в Филармонии, какой творческий процесс идет и как это все будет на самом деле. И главное, конкретные даты, которые мы сообщаем. И, пожалуйста, подстройте свои творческие планы на эти дни, друзья. Потому что будет что посмотреть и будет чем и кем очаровываться. Ирина, несколько слов о вашем коллективе. И начнем с Коробейников сегодня представлять наш вокально-хореографический ансамбль Таврия. Послушаем эту мелодию в исполнении. Кстати, кто солировать будет? Солировать будет заслуженная артистка Крыма Анна Кертадзе. И в этом же концерте будет очень много исполнителей, тоже заслуженных артистов Крыма и также лауреатов международных конкурсов. Но художественный руководитель, дирижер, заслуженный деятель искусств Крыма Вадим Таркинский будет у руля. Сегодня он еще приболел немножечко, но, я думаю, 12-го обязательно он будет руководить коллективом. Давайте с Коробейников начнем и затем продолжим программу. Субтитры подогнал «Симон» 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 Не исключено «Симон» В концерте подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И вы знаете, вот мы пели ее на конкурсах Мы возили ее в Москву Кстати, благодаря нам эта песня Разошлась по всему свету Ее уже поют многие другие коллективы И таким образом знакомятся с нашей Крымско-татарской культурой И она прозвучит в концерте Да, и сегодня она прозвучит По ходу нашего общения Но вообще, я думаю, что не будет пафосно с моей стороны, если я скажу, что все мелодии, все музыкальные фрагменты в исполнении Таврического Благовеста, они и призывают к духовному единению, к миру, добрососедству. Мы говорили о межнациональном согласии в Крыму, где 175 народностей и национальностей. И вот сейчас Чалбаш Бора, а вы не знаете перевод, друзья, а я уже говорил, Седовлас и Верблюд и Таврический Благовест. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжаем, продолжаем нашу программу. И я хочу, Ирина, чтобы вы несколько слов сказали об увиденном ранее. Вот я уже говорил и приглашал в студию вашего художественного руководителя, но вы сразили всех этой программой в джазе и не только. Как ваш эмоциональный был заряд, я видел, сидя в зале, как вы улыбались, хотя напряженные два часа работы были. Очень интересно состоялся концерт, причем все музыканты, все артисты, которые сидели на сцене, тоже были очень восхищены. Не тяжело было все-таки такая нагрузка? Нет, очень интересный проект был, и поэтому мы с удовольствием, судя даже по зрителям, как они аплодировали, как они, ну все было очень здорово. Но возвращаясь к коллективу, вокально-хореографическому ансамблю «Таври», давайте мы еще раз напомним имени Лидии Демьяновны Чернышовой. Это самое, наверное, важное упоминание народной артистки СССР. Илья, вам довелось общаться? Да, мне довело, как раз я пришел, когда на работу, Лидия Демьяновна еще работала, ну, короткое время, я с ней сталкивался пару раз. Жесткий человек? Ну, да, сталкивался не с улыбкой, а о разборках, она очень жесткая, требовательная была всегда, но справедливая. А для руководителя жесткость и требовательность, но справедливость, это очень большая качество. Сегодня в «Красной нити» у нас проходит межнациональное согласие, я посмотрел, что в 1996 году премия Республики Крым за концертную программу «Песни и танцы народов Крыма. Гармонизация межнациональных отношений» вокально-хореографический ансамбль «Таври» получил. Представляете, 96-й год, говорят, лихие 90-е, талантливые 90-е, применительно к вашему коллективу. А вы как давно, Ирина, в нем? О, я с 95-го года. Вот так даже? Так через два года, 30-летие отмечать будете? Да, 30-летие уже. Да, ну, кстати, в прошлом году мы отметили 20 лет, как коллектив носит имя Лидии Демьяновны Чернышовой с 2002 года. Но поскольку мы столько уже слов в адрес этого коллектива, напомню, друзья, 12 февраля в 15 часов приходите в концертный зал музыкального училища имени Петра Ильича Чайковского. Это на набережной 31. Вы очаруетесь очередными чарующими струнами от вокально-хореографического ансамбля «Таври». Кстати, в филармонии мы говорили на реконструкции на Пушкино-3. А где билеты можно купить? На Крылова 37 у меня написано. Значит, билеты можно приобрести на улице Крылова 37. Теперь там есть возможность, да? Теперь там у нас касса. И до продажи билетов, если вдруг вы не успели или по каким-то причинам не смогли добраться до Крылова, вы всегда можете прийти перед концертом минут за 30 и докупить билет на концерт. Понятно. Давайте послушаем такие озорные наигрыши в исполнении вокально-хореографического ансамбля «Таври» и затем завершим нашу беседу упоминанием о предстоящих замечательных концертах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА